МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"От заката до рассвета". Для удобства автомобилистов на улице Воронкова рабочие трудятся в ночную смену. Ни рассада, так клумбы. Благовещенские садоводы открыли дачный сезон. Посадками увлеклись не все. Всегда готов. В День пионерии горожане дружно исполнили самую популярную песню красногалстучных. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире программа «Город». Здравствуйте. В ночь с 19 на 20 мая движения на мосту Черезею остановят полностью. Не только для автомобилистов, но и пешеходов. С 8 часов вечера до 6 утра на переправе будут идти аварийно-восстановительные работы. Будет произведен демонтаж шести плит и монтаж новых шести плит. Сомнений, несущие конструкции на данном участке позволяют их не ремонтировать, а просто поменять плиты. В связи с этим работы займут именно столько времени. Рабочим понадобится 10 часов. Утром в среду движение по мосту планируют возобновить. Асфальтное покрытие на участках, где заменят плиты, восстановят позже. Пока на новых конструкциях по левой полосе обустроят деревянные настилы. Власти предупреждают. В случае необходимости ради безопасности самих же амурчан движение транспорта по мосту может быть остановлено полностью на неопределенное время. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по переходу без крайней необходимости. Закрывать для проезда автомобилей в течение ближайшего месяца будут и улицу Воронково. Частями. Для удобства горожан перекладывать коммуникации специалисты планируют в основном в ночное время. Накануне они трудились на отрезке от студенческой до Кантемирово. Что именно делали и как поменялся характер работ с восходом солнца, расскажет Анжелика Павлова. Шум экскаваторов полночь жителей 12-го дома на улице Воронково заставляет выйти на балкон. Не для того, чтобы поругаться. С высоты девятого этажа открывается прекрасный вид, на который, как известно, можно смотреть бесконечно. Рабочие прокладывают новые трубы. Они станут частью стометрового центрального коллектора, который от студенческой до Кантемирово проложили в начале мая. Врезка существующая, то есть напротив дороги есть ливневые дождеприемники, колодцы. И врезается, вода, получается, будет уходить по центральному коллектору и в сторону города по студенческой. Таких врезок в коллектор на Воронково будет порядка 70. Одну собирают из четырех 400-миллиметровых труб. Одну сторону соединяют с коллектором, другую с колодцем. На то, чтобы уложить и утрамбовать трубы, а их общая длина здесь 16 метров, бригаде понадобится целая ночь. Все это время светофоры работают в холостую. Дорога от студенческой до Кантемирово перекрыта. Но уже с шести утра регулировщики снова начнут распределять поток машин. Движение по магистрали в обеденное время всегда интенсивное. Но это не мешает рабочим, которые ушли с проезжей части и занялись установкой бордюров вдоль тротуаров и подготовкой основания для укладки плитки. Работа кипит в квартале от Кантемирово до Новотроицкого шоссе по левой стороне. На правую переходить еще рано. Под проезжей частью протяженностью порядка 600 метров еще не устроили ливневку. Приступить к этим работам мешают железобетонные опоры, установленные вдоль магистрали. Как только уберут опоры освещения, на данный момент фонари убрали, кабель СИП тоже убрали и один кабель интернетовский тоже убрали. Вот остался еще один. То есть, я думаю, сегодня-завтра его уберут, демонтируются опоры и приступим уже непосредственно к самоливной канализации на этом участке. На то, чтобы ее смонтировать, рабочие потратят не меньше месяца. И это при условии хорошей погоды. А в начале июля дорожники планируют приступить к ремонту проезжей части. Сделают это в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Завершить все виды работ на Воронково обещают к октябрю текущего года. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Перекресток улиц Калинина и Северная ушел в ремонт. Там начали перекладывать инженерные сети. Точно такие же работы продолжаются третий день и на другом участке Калинина, между улицами Ленина и Краснофлотской. Подрядчик зашел на объект 17 мая. Сначала рабочие поменяют водопровод, а через несколько дней начнут реконструировать канализацию. Здесь сети были различные. То есть водопровод – стальные трубы, канализация – азбестоцементные, чугунные. Теплотрасса, соответственно, стальные, но уже изношенные. Также необходим ремонт запорной арматуры. Даже не ремонт, а замена ее. Старые трубы заменят на новые – полиэтиленовые. Прослужить они должны не менее 50 лет. Заасфальтировать и сдать участок в эксплуатацию планируют в начале июня. Жители многоэтажек, расположенных в этом районе, от коммунальных благ пока отключать не стали. Возможно, такой необходимости и не возникнет. Зеленая реновация ждет Благовещенск. Это часть большой комплексной программы по озеленению, которую сейчас разрабатывают в администрации города. Она предполагает спил аварийных деревьев и высадку на их месте новых. Об этом на днях в прямом эфире Инстаграм рассказал первый заместитель мэра Олег Имамеев. До сегодняшнего дня в городе не было четкой стратегии в этом направлении. В новой программе решили учесть все нюансы, в том числе вопросы селекции и культуру посадки. Зачастую происходят несоответственные правила посадки. Во-первых, грунты. Во-вторых, не всегда отрабатывается вопрос, связанный с корневой системой, конфликтом деревьев. Многие породы при опылинии конфликтуют. Плюс где-то понятие закрытой корневой системы. И дерево несколько лет болеет. Чтобы подобного не случалось, теперь высаживать деревья, в том числе и взрослые, в городе будут согласны дендроплану. В текущем году на содержание зеленых зон областного центра из городского бюджета выделено больше 38 миллионов рублей. На содержание дачных участков Благовещенцы миллионы не тратят. Ограничиваются тысячами. Зато сил уходит масса. Сейчас садоводы активно высаживают картофель, сеют семена и создают на своих сотках уют. Наша съемочная группа отправилась с сады в район Верхнеблаговещенского. И узнала, как огородники защищают свои растения от сорняков. И почему пока не все участвуют в посадках. Смотрим. Вот клубника, вот видите, скоро цвести начнет. Надо еще ее обработать маленько борной кислотой. Борная кислота защитит растения от вредителей. От сорняков спасет агроволокно. Им Наталья Тимофеева укрывает клубнику на протяжении нескольких сезонов. Удобно, не приходится лишний раз махать тяпкой. Она пригодится позже, когда взойдут посеянные в начале мая чеснок, рукола и свекла. Все это, говорит садовод, почти с полувековым стажем могла бы и купить. И даже дешевле бы вышло. 7 тысяч уже отдала за вспашку огорода и удобрения. Денег не жалко, когда речь идет о любимом занятии. Откопали малину, подвязали ее. Маленько плоховато, перезимовало, но сносно. Рассаду высаживать рановато, потому как у нас заморские вплоть до 7-10 июня могут быть. Ну, где-то в конце мая, ну, где-то после 25-го числа можно уже помидоры там высаживать. А пока самое время соорудить клумбы из старых покрышек. Лишнюю резину Наталья Федоровна срезает оставшимся от мужа сапожным ножом. После засыпет в них землю и высадит цветочную рассаду. На участке Читы Тихановых, расположенном неподалеку, тоже кипит работа. Пока супруга садит картошку, Виктор Иванович делает самую тяжелую работу. Как говорит сам, оказывает техническое подспорье, сооружает дорожки. Для преподавателя фармакологии в медицинской академии это лишний повод размяться. Вчера вспахали мы, и вспахали не совсем удачно. Все, что было ранее сделано по дорожкам, в общем-то, было сломано, разломано, убито. Вот сейчас я восстанавливаю это все дело. На сегодняшний день в нашем возрастном цензии это не только, скажем так, поддержка семейного бюджета с точки зрения сельскохозяйственной продукции, но это, безусловно, это поддержка физической работоспособности, здоровья. Приводят в порядок свои дачные участки сейчас все огородники. Активный сезон посадок у них начнется только через пару недель, когда почва прогреется до 15-18 градусов выше нуля. Кристина Слепцова, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Излишками рассады благовещенцев просят поделиться с нуждающимися. В Прямури проходит традиционная акция «Социальный огород». Желающим помочь семьям с трудным финансовым положением или многодетным предлагают принести в Центр доброта остатки рассады. Семена, саженцы, плодово-ягодных культур и цветов. Ориентировочно до 26 июня. После растения рассортируют и передадут нуждающимся. Добрая акция проходит в регионе в третий раз. В прошлом году амурчане принесли более 300 кустов рассады. А глав населенных пунктов Министерство соцзащиты призывает помочь жителям вспахать земельные участки. День пионерии. Сегодня отмечают все, кто когда-то состоял в коммунистической организации детей и подростков. В памяти многих пионерское движение связано с клятвами, стихами и песнями, заученными наизусть. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, помнят ли благовещенцы пионерские песни. Что из этого получилось, смотрите прямо сейчас. Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Клич пионера всегда, будь готов. Ой, я не знаю, честно вам говорю. Ну, взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Понятно это все. Как еще бьют барабаны, дремят барабаны, зовут барабаны вперед, девушка. Я очень много лет прорву клаважатой. В школе номер 12. Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера всегда, пусть готов. Мы поднимаем алое знамя, дети рабочих смело за нами. Близится эра светлых годов, клич пионера всегда, будь готов. Клич пионера всегда, будь готов. На каких инструментах играли пионеры и какие жесты они позаимствовали у скаутов, вы можете узнать из нашей рубрики «Обратно в СССР». Она начнется сразу после прогноза погоды. А я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото и видео на наш ватсап, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире. В среду 20 марта. В мае в Благовещенске. Утром все небо в облаках. Плюс 16. Юго-западный ветер подует со скоростью 5 метров в секунду. Днем он сменит направление на северо-западное. Силу сохранит. Потеплеет на 4 градуса. Небольшой дождь. Вечером осадков не ожидается. Город окутает дымка. Плюс 17. Северо-западный ветер почти незаметный. Ночью такой же легкий он подует с юго-запада. Столбики термометров на отметке плюс 13. Все небо в тучах. Морось. Атмосферное давление в эти сутки будет стабильно держаться в пределах нормы. 746 миллиметров ртутного столба. Берегите себя. Оставайтесь дома. Сегодня комсомольцы передают свои красные галстуки новым членам всесоюзной пионерской организации. Они жутко волновались, когда им повязывали на шею алые галстуки. Те, что с красным знаменем цвета одного. Пионер ведь не простой ребенок, а ответственный и сознательный, и еще музыкальный. Барабан одевался специально при помощи ремня. Вот так вот шею. Опирался в живот. Палочки. И барабанщик должен был уметь хорошо отбивать марш. Сергей Утенбергенов до сих пор помнит свое пионерское детство. Правда, говорит, побарабанить ему так и не довелось. Слишком ответственная была должность. Барабанщика выбирал совет отряда для того, чтобы он сопровождал строй во время походов, шествий и парадов. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только солнце замаячит у ворот. Ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанщик. Руки, палочки кленовые берет. Песню пели все. А рядом с барабанщиком на пионерской линейке на правом фланге строя стоял пионер с другим инструментом – горном. И называли его, соответственно, гарнист. Вставали в таком положении, горно поднял фото, и производили звуки. А точнее – сигналы. Слушайте все – на знамя, на линейку, тревога и другие. Звуки горно звучали также в пионерских лагерях и нашествиях. Он объединял пионеров вместе, вместе, вместе на хорошие дела. Поэтому гарнист был очень уважаемый человек в тряде. Хотя многие тоже могли исполнять на горне звуки, но выбирали лучшего. Пионеров нельзя представить не только без горной барабана, но и без отличительного приветствия – салют. Оно демонстрировало, что школьник ставит общественные интересы выше личных. Все пионерские символы и ритуалы были заимствованы из скаутизма, так же, как и деления по отрядам, институт вожатых и сборы у костра. А перед вступлением в пионеры ребята читали клятву, произнести которую мечтал каждый ребенок. Я, Сараегин Эдик, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою Родину, жить, учившие бороться, как завещал Великим Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова